Приветствую, друзья! Продолжаю тему здорового питания и сегодня предлагаю нам с вами порассуждать вместе вот над каким вопросом. Что бы такого вкусного съесть, чтобы это было еще полезно или как минимум безвредно для нашего здоровья. Потому что если мы, насмотревшись рекламы, покупаем продукты иногда сомнительного качества, ссылаясь на какие-то второстепенные качества, которые нам предлагают маркетологи и производители. Мол, это быстро, дешево, сытно, вкусно. Вот где там искать пользу непонятно. И мы в предвкушении райского наслаждения съедаем эту же шоколадку и думаем, ну почему мы не очутились в раю, почему мы не испытываем тех фантастических эмоций, о которых нам говорят в этой рекламе. Так вот, чтобы мы не велись на эту рекламу, мы же сами взрослые люди, иногда понимаем, откуда ноги растут. Предлагаю вам ознакомиться с тем материалом, который я подготовил, поисследовать этот вопрос. Ну, что-то я упомяну, а все остальное, о чем не расскажу, то это будет уже на ваше личное усмотрение. Исследуйте этот вопрос самостоятельно. Желаю вам приятного просмотра. И сегодня, друзья, начну с небольшого лирического отступления. Скажу буквально пару слов по поводу приготовления, в какой посуде. Та картинка, которую забыл показать вам на прошлом занятии по поводу продуктов питания на страже здоровья. Значит, чтобы сохранить максимально питательную ценность, потому что термическая обработка, она убивает ферменты, белки больше 50-60 градусов. И если мы готовим там 30-40 минут, понятно, что там какие-то полезные вещи остаются, там витамины, минералы. Но, чтобы по максимуму заберечь это все, сразу же скажу, микроволновку мы убираем в сторону, ни в одном доме не должна она стоять, потому что эти продукты считаются абсолютно бесполезными после микроволновки. Вот мультиварка, нормально. Естественно, выбирайте мультиварку, чтобы она была не с тефлоновой чашкой, а с керамической. Она будет стоить дороже, незначительно, немного дороже, но, поверьте, оно того стоит. Аэрогриль, весьма неплохой способ приготовления. Пароварка, вообще отличнейший. Сковородку старайтесь использовать по минимуму. Вообще, самый лучший способ приготовления, это печка. Ну, не в каждом доме сейчас есть эта печь, и там 35-40 градусов в режиме томления, вот эти все вещи полезные сохраняются. И это очень вкусно, вот это с детства прям помню этот вкус, и те, кто знают, те меня поймут. Еще, друзья, в прошлом занятии по поводу сыров забыл упомянуть. Белые сыры, сулугуни, адыгейский, фета, брынза, вот это хорошо. Желтые сыры, которые вот дешевые продаются, особенно потертые, это уже из таких более залежавшихся сыров, они их просто натирают и продают. Нам якобы будет удобнее что-то посыпать, там, готовые блюда, спагетти или там, салаты добавлять. Не покупайте никогда этой штуки, лучше уж купить сыр, потереть его. Есть сыры подороже, есть подешевле, но, знаете, чем меньше процент содержания, чем меньше процент жирности в сыре, тем больше там содержания кальция. Ну, в общем, по этим продуктам мы уже проговорили, давайте к сладости, непосредственно к нашей теме. Тростниковый сахар, который мы добавляем вместо рафинированного. Никогда не используется рафинированный сахар, потому что это консервант. Он сохраняет продукты, даже вот ягоды, варенье всякие, повидло, это не есть хорошие для человека продукты, потому что, ой, ну там ничего живого нет, в принципе. И тростниковый, леденцовый сахар, если вы выбираете, чтобы он был тоже не 3 копейки, потому что часто я видел такую картину. Покупаешь сахар, добавляешь в воду, просто в холодную воду размешиваешь, вода окрашивается, а вниз заседает белый сахар. То есть вывод какой? Просто подкрашивают, просто для того, чтобы заработать деньги. Сейчас уже на слуху, что белый сахар не есть хорошо, и начинают продавать белый подкрашенный, то есть для того, чтобы лишнюю копейку заработать, потому что он стоит дороже. Кэроп, друзья, вот для советского человека понятие новое, это стручковое дерево. Здесь Греция не растут на каждом шагу, не все, кстати, знают, как его используют, но это вообще шикарная вещь, это как заменитель шоколада. Там огромное количество питательных веществ, смотрите, витамины А, В, кальций, фосфор, калий, магний, железо, медь. И то это не все перечислил. В общем, в домашнюю выпечку, в торты, в пирожные, в кексы, вот что вы любите готовить, будьте блинчики или что-то еще, добавляйте, пожалуйста, вот эти вещи. Они гораздо полезнее и для организма будут лучше. Дальше. Девятое место – это мюсли. Друзья, лично я предпочитаю мюсли собственного приготовления. Взять можно купить овсяные хлопья, орехи, семечки, льняное семя туда можно добавить, можно добавить сухофрукты на свой вкус, орешки, какие вы хотите. Хотите кешью, хотите миндаль, хотите арахис. Но арахис сейчас покупать особо не стоит, потому что много сейчас ГМОшного арахиса. В общем, по самому вкусу, потому что в те мюсли, которые продаются в магазине, часто цукаты бывают вываренные в сахаре, то есть такие законсервированные, можно сказать, потому что они тоже имеют свой срок годности. И очень хорошая штука, обязательно потом продемонстрирую даже, вот обещал когда-то несколько рецептов показать, овсяное печенье, домашнее. И это когда добавляется яйцо, добавляется мед, можно тоже орешки, изюм. И в духовку, чтобы там постояло минут 40-50, получаются вот такие прессованные мюсли или овсяное печенье, можно так сказать. Но это настоящее, это вот не искусственно то, которое добавляет там всякий маргарин и так далее. Значит, 9 место мюсли, 8 место это конкретно уже семена, проростки и вот так называемые отруби. Друзья, с отрубями аккуратнее, потому что они бывают разные, бывают мелкие, бывают грубые. Это полезнейшие вещи, которые, знаете, продукты переработки разных вот этих грубых сортов пшеницы, ячменя, это то, что считается бесполезным, но по сути для нашего кишечника это очень хорошая штука. Вот берут, делают белую муку, а вот эти отруби прям выбрасывают. Но это полезнейшая штука, они адсорбируют радиоактивные металлы, соли тяжелых металлов, они вытаскивают грязную лимфу. Но почему я сказал, надо быть аккуратным? Потому что излишнее обезвоживание кишечника может быть, если мы будем чрезмерно увлекаться этими отрубями. И по поводу мюсли и всевозможных каш, мы в прошлый раз говорили о кашах, старайтесь, чтобы каши были разнообразны. Не надо каждый день с утра есть овсянку, вот знаете, по английской традиции. Старайтесь, чтобы было какое-то разнообразие. По поводу семечек, тыквенных или подсолнечных, тоже знайте меру, потому что это весьма и весьма калорийные продукты. Они должны быть сушеные и ни в коем случае не жареные, потому что жареных там вообще огромное количество калорий. Их можно добавлять в салаты, их можно кушать так. Лично для меня также одно из самых ярких впечатлений детства, это когда тыква, достаешь руками все эти семечки сырые, потом это все запекается в печке, этот аромат, этот вкус тыквенных семечек или же подсолнух, вот прям свежий подсолнух, когда срезаешь, когда семечки еще даже чуть-чуть недозревшие, это ну прям наслаждение, это космос прям. И кунжут, друзья, кунжут вообще чемпион по кальцию, там огромное количество витамина Е. Я уже не говорю о проростках, вот проростки пшеницы, проростки зеленой гречки. В интернете масса по этому поводу информации, то есть самостоятельно посмотрите, найдите для себя какие-то продукты, потому что добавляйте, если вы будете это все в салаты, то это прям будет весьма и весьма то же самое. Льняное семя, это одно из самых важных семян для нашего здоровья. На седьмом месте, друзья, смотрите, такая красивая картинка, это чипсы. Представляете, ну не картофельные чипсы, которые вот продают в пачках, которые там с гутаматом натрия и так далее. Чипсы можно делать из чего угодно. Естественно, они запекаются также при низких температурах, 30-35 градусов. Есть даже такие, сейчас духовочки специально продаются. Смотрите, можно делать чипсы из баклажанов, из свеклы, из моркови, из тыквы, и фруктовые чипсы. Можно делать самостоятельные бананы, яблоки, киви, апельсин. Чего там еще? Это много чего всего есть. Вот, приготовили себе такую прелесть. И вечером сидим возле телевизора, смотрим там фильм какой-то, и понемножку клюем вот эти вещи. Пришли гости, налили гостям чаю и угостили вот такой прелестью. Понимаете, вот за разговором, за беседой, ну прям милое дело. Орешки. Их тоже существует великое множество. Учтите, что орехов стоит съедать не больше, чем помещается вам в горсточку. У них тоже есть своя ценность. Орехи сейчас недешевое удовольствие, и они там по своим параметрам как-то оцениваются. Допустим, по-моему, сейчас самые дорогие – это бразильские, а потом уже идут фундук, миндаль, кешью и так далее. А, кедровые орешки. Одни из самых вообще полезнейших. Это кедр. Это бесспорно прям. То есть, здесь уже на любителей. Вот здесь по центру картинка, где орехи с медом. Ну, о меде – это вообще отдельная история. Сегодня я скажу обязательно. На шестом месте, друзья, сухофрукты. И вот обратите внимание, с левой стороны, там, где стоит вот такой значок, типа классные сухофрукты, изюм, курага и чернослив. И вот с правой колоночки, где вот так вот, это тоже изюм, курага и чернослив. Обратите внимание только, чем они отличаются. Эти такие тусклые, невзрачные, а эти прям яркие, сочные. Учтите, что их тоже консервируют. Их немножко добавляют в сахарную воду, чтобы они еще и по весу больше стали. И чтобы сохраняли дольше свой товарный вид. Покупайте, пожалуйста, невзрачный вот этот изюм. Ну, идеально, конечно, это со своего сада. Но, тем не менее, эти вещи абсолютно однозначно прям полезны для здоровья, потому что виноград – это богатый витамином С, антиоксидантом, курага. Там много калия. Это для почек, для сердца. Самая лучшая курага растет, то есть самый лучший абрикос, из которого получается эта курага растет, где у нас в Армении у нас шикарные абрикосы. И вообще в Пакистане есть такая местность, где прям удивительные абрикосы. Но, к сожалению, не всегда нам эти абрикосы, эта курага будут доступны. Но, тем не менее, интересуйтесь, когда покупать, откуда это привозит дело. Чернослив – отличнейший продукт. Там и для зрения хороший, и пищеварение. Там по 3-4 штучки в день, если съедать, то кишечник скажет вам большое спасибо. А вот с правой стороны вы видите такие конфетки. Сейчас это модно, популярно, даже проводятся мастер-классы. Такие сыроедческие конфеты. Там много полезных вещей. Там есть тот же кунжут, есть кокосовое масло, и прямо кокосовая стружка, есть какао-бобы. И, в общем, там полезные вещи. На мясорубку тоже сухофрукты перекрученные. И все это делается вручную. Это увлекательный процесс. И весьма-весьма вкусный и полезный продукт. Много его не съешь. Там буквально 2-3 таких конфетки. И сейчас есть магазины специально, где они продаются. Но лучше всего научиться самим готовить и детям кормить детей. Тут, если захотел ребенок сладкого, дайте ему вот такую сладость. Это будет оптимально. На 5-м месте, друзья, это те же фрукты. Фруктовые салаты. Это просто прелесть. Если включить, дать волю фантазии, то можно такого сделать. Ну, представьте, да, вот картинки. Как это вот красиво и аппетитно выглядит. Это прекрасно. Перед приемом пищи съесть такой салатик или такую канапешку. О пользе фруктов рассказывать особо не буду долго. Единственное, помните, что вот дыня, ее нужно кушать отдельно за 2 часа до какой-то еды и через 2 часа после какого-то приема пищи, потому что дыня не особо дружит со всеми остальными вот этими фруктами. Ананас улучшает пищеварение, папайя тоже. Ну, в общем, у каждого фрукта есть свои особенности, потому что арбуз – это калий также, это для почек, для крови, киви там, витамин С тоже в больших количествах содержится, но о каждом можно долго рассказывать. Так же, допустим, как и о ягодах. Вот на четвертом месте ягоды. Так же вот. Каждая ягода, она сильна чем? Вот малина, к примеру, при простуде хорошо помогает, черника хороша для зрения, для иммунитета там, калина, облепиха есть, вот о которой незаслуженно забывают, это вообще супер ягода, это мощнейший антиоксидант. Вот клубника, многие любят клубнику, это антидепрессант. Если хотите красивую кожу и хорошее пищеварение иметь, кушайте смородину, там тоже витаминов много. В общем, здесь и свежие, и замороженные ягоды. Вот раньше не было такой глубокой заморозки, не было таких камер морозильных, как сейчас, даже отдельно сейчас холодильники продаются. Если у вас есть дома такой холодильник, обязательно запасайтесь по сезону подобными вещами, и потом доставать, не надо это все с сахаром перетирать, ни в коем случае, максимум, можете с медом малину. Прям отлично, изумительная вещь. Недавно в гостях пробовал. Прям чудо, а не продукт. Дальше. На третьем месте, коль мы уже говорим, что все, что растворено в воде, или все, что является жидким, но не является водой, есть еда. Это соки, друзья. Соки, и здесь даже еще и квас приведен. Потому что свежевыжатые соки, это просто прелесть, и это помощь нашему организму. Это прям целая философия. Это целые книги, талмуды вот такие написаны, о пользе соком. Соки можно вообще как лекарство их употреблять. Овощные соки, фруктовые. Квас, по поводу магазинового я говорил в прошлый раз, но домашний настоящий квас, или из березового сока, лично сам когда-то готовил, подтверждаю трижды, что этот квас является, ну прям лучшим для работы кишечника. Прям освежает, тонизирует, когда забираешься жарким летним полднем, полднем вот в погреб, и достаешь оттуда, из бочки прям черпаешь кружку этого кваса, пьешь он кислый, и во рту немножко пощипывает, и прям вот здесь такой приятной влагой попадает, вот растекается по всему организму. Ощущение такое, что полностью организм прям радуется тому, что вот выпил бодрящую кружечку такого кваса. Хлебный квас, на ячмене, когда поджаривается чуть-чуть, на сковородке, в мешочке вот этот, потом высыпается в мешочек этот ячмень, и затем это, ну это там прям целая технология, не буду даваться подробностей, также рецепты посмотрите. На втором месте, друзья, это смузи, зеленые коктейли, и, ну, напитки, которые согревают, тонизируют, допустим, имбирный чай. Мой любимый, my favorite, потому что натираем на терочку, в лимон добавляем, мед выбиваем, разогревает, здесь все хорошо, микроциркуляцию органов малого таза обеспечивает, и противопаразитарными свойствами обладает, для сосудов колоссальный эффект целебный оказывает. По поводу разных сортов хорошего, имею ввиду чая, тоже долго рассуждать не буду, выбирайте сами, безалкогольный, глинтвейн, это просто прелесть, один из лучших напитков зимой, туда мы добавляем травы всевозможные, корицу, кардамон, гвоздику, имбирь, тоже можно добавить, лимонную цедру, амаранты, в общем, что угодно, на что фантазии, как говорится, хватит. По поводу зеленых коктейлей, также отдельная тема, друзья, об этом прям книги сейчас пишут, это богатый источник хлорофила, зелень, это здоровье крови, это здоровье нашей кишечной микрофлоры, это прям альфа-омега для кишечника, смузи, там где, ну, есть клетчатка, это прям как кремовые супы, о которых шла речь в прошлый раз, это готовые продукты, которые нужно употреблять свежими, готовые, я имею ввиду, с точки зрения, уже переработанной, с первичной переработкой, мы прожевываем, то есть размельчаем зубками пищу, а это уже измельченный продукт, его можно также чуть-чуть во рту, для эстетического удовольствия чуть-чуть пожевать, и проглотить он уже в готовом виде попадет. Когда мы готовим зеленые коктейли, там масса рецептов, которые мы можем использовать, также масса рецептов по приготовлению соков и смузи, мы можем их по-разному комбинировать, интерпретировать, в зеленые коктейли, можно добавлять там сельдерей, петрушку, я не знаю, там щавель, очень хорошие, из шпината зеленые коктейли, там несколько трав, чтобы присутствовало, можно делать это на банане, чтобы было чуть-чуть послаще, чтобы не было такой, знаете, просто привкус не у всех зеленых коктейлей вкусный. Некоторые люди любят, вот говорят, вот не особо там, он вкусный, зато он максимально полезный, я люблю, чтобы было чуть-чуть послаще, к примеру. Ну и, конечно же, друзья, на первом месте, это мед. Не все его любят, некоторые говорят, у меня на мед аллергия, мой организм не воспринимает, друзья, сразу обращаю ваше внимание, на наличие патогенной микрофлоры, это нужно знать и учитывать. Сразу чуть-чуть забегу наперед, сделал краткий анонс, по следующим материалам, которые буду выкладывать на канале, тема очистки организма, в том числе, и избавление от патогенной микрофлоры, как обратить на это внимание, по каким симптомам, и почему так называемая псевдоаллергия проявляется, об этом обязательно услышите, постарался сделать это компактно, удобно, коротко по существу, как говорится. По поводу меда, помните, я говорил на прошлой видеозаписи о коровах, которые адаптируют растительную пищу к нашему организму, то есть белковые соединения с витаминами, с минералами делают. Вот пчелы, тот же самый механизм, они адаптируют также растения, то есть вот наши потребности организма восполняются вот этим целебным нектаром, самым ценным, то, что есть вот в цветах, в деревьях, есть мед хвойный, есть мед цветочный, есть луговой, есть, не знаю, ромашковый и гречневый, и в общем, какой угодно. Слава Богу, что у нас это все делается и было, и есть, процветает, сейчас много людей, которые увлекаются пчеловодством, устраиваются всевозможные фестивали, очень хороший мед, есть башкирский, алтайский мед, вот недавно, кстати, были с другом Кириллом Перми, и там устроили дегустацию меда, взяли с собой, накупили много разного, с собой привез сюда, в Грецию, здесь с удовольствием кушаю, мед с прополисом, прям вообще просто, волшебный мед с кедровыми орешками, кстати, найду эту видеозапись, и сейчас, после того, как закончу тему, обязательно тоже вам продемонстрирую, потому что где-то сделал видеозапись по поводу разного сорта меда, ну, друзья, кушайте мед в удовольствие, кушайте в пользу, кормите медом детей, потому что это продукт, который я искренне убежден, должен быть в каждом доме, три восклицательных знака, прям в каждом, за зиму нужно съедать, там, две-три банки на семью, это дело святое, где вы будете добывать, как вы будете проверять качество этого меда, это уже также на ваше усмотрение, потому что сейчас много всяких, ну, не то чтобы подделок, да, добавляют сахар, мед, там можно определить по весу, подделка или не подделка, по-моему, по-моему, литровая банка должна быть по весу 1400 или 1600 грамм, там какими-то другими способами, еще и определяют, но это, в общем, найдете в открытом доступе, это тоже все есть, ну, друзья, по сути, самое основное, я, надеюсь, рассказал, если чего-то не упомянул, пожалуйста, это уже, опять же, для самостоятельного изучения, во всяком случае, какие-то важные моменты, думаю, осветил. Итак, друзья, подведем короткий итог. Первое и основное. Выход, как говорится, есть, он не может не есть. Второе, если раньше вы на своем столе допускали такие продукты, о которых мы поговорили, вот со знаком минус, все, что касается сахара, мучного, рафинированного и так далее, теперь вы знаете, что делать. Третье, если в вашем окружении есть люди, у которых есть дети, которые родители по незнанию своему покупают все вот эти вещи со знаком минус, то вы либо своими словами им расскажите, либо порекомендуйте вот это видео. Я ничего нового не открыл, друзья, и многие люди говорят, да я и так все это знаю. Знать дорогу и идти по ней, ну, в общем, сами понимаете. Поэтому, буду искренне рад, если это видео было вам полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще вас ждет очень много вкусного, это вам искренне обещаю. С вами был Рыбалка Юрий, будьте здоровы, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова